Привет, друзья! Мы на канале CodeFocus. И сегодня мы разберем, как более правильно сделать структуру нашего проекта. На некоторых ваших проектах галп-файл может настолько разрастаться, что и появится смысл разбить его на несколько файлов. Способ, который мы рассмотрим, сложный, но он избавит нас от дублирования кода. Давайте разберем наш галп-файл на отдельные функции. Открываем наши заготовки. Мы начнем с того, что правильно оформим пути. Пути у нас будут оформлены объектами. Например, объект будет называться global. Path, потому что это у нас пути. Далее мы объявим пути для нашего билда. Первый путь у нас будет для стилей. Второй для изображений. И далее для нашего html. Далее мы объявим точно такие же пути для наших сурсов. Давайте скопируем. Давайте скопируем. Пути у нас объявлены. Замечательно. Теперь мы их переопределим. Давайте чуть-чуть увеличим для того, чтобы видеть полностью весь наш проект. И перепишем наши пути. Глобал пас срц стайлс. Копируем. Копируем. Билд. Билд. Замечательно. Билд стайлс. Далее картинки. Срц. Имейджис. Билд. Имейджис. Далее у нас идет наш html. Срц. html. build. build. html. Это мы делаем для того, чтобы нам не пришлось менять пути в нескольких местах. Вот у нас пути объявляются здесь. Если вдруг что-то поменялось, мы поменяли здесь, а функции у нас остаются неизменными. Далее конфиг мы вынесли в отдельный объект. Глобал пас срц стайлс. Глобал пас срц. html. Глобал пас. Имейджис. html. Давайте перепроверим наши функции. Работает. Замечательно. А далее мы с вами вынесем все наши объявления тоже в отдельный объект, который мы назовем, например, tasks. и перенесем туда все наши объявления. срц. Глоб. Глоб. имейджинин. sep. наш автопрефиксер. наш клинт css наш вотчер и наш браузер сим теперь мы это удаляем нам больше не нужно это мы свернем далее нам нужно переписать наши таски так что вы у нас далее нам нужно исправить наши пути на пути объекта таскс галп давайте скопируем таскс автопрефиксер таскс клинт css галп и браузер сим сейчас мы можем это проверить замечательно далее мы тоже самое сделаем с нашими изображениями и нашим html галп global галп сериас давайте проверим галп старт запустилась для более достоверной информации давайте проверим так прекрасно работает и стиле у нас работает хорошо далее что мы с вами сделаем мы с вами создадим папку которая будет содержать наши задачи назовем ее таскс в папке таскс мы создадим файлик с конфигурацией и файлики которые будут содержать наши задачи стайлс css далее стайлс стайлс прошу прощения мы разбиваем наш галп файл на отдельные функции стиль изображения и html замечательно далее далее мы берем нашу таску со стилями и переносим ее сюда далее нам нужно это немножечко подправить чтобы все было красиво здесь мы напишем модуль экспорт и экспортируем нашу таску таскс галп таск который называется стайлс конст стайлс экспортируем как название стайлс в дальнейшем когда у нас будет диплой продакшн мы можем написать стайлс пруд сделать тут стайлс дэв стайлс коа и также создать несколько функций но пока мы к этому не будем задача галп осталось далее что мы сделаем в конфигурации в конфигурации мы с вами экспортнем все наши функции экспортнем их массивом значит пишем таскс здесь у нас находятся стили давайте скопируем чтобы меньше писать в html у нас будет находиться наш html назовем так и чтобы не путаться отсюда уже html можно удалить и наше изображение экспортируем наш галп файл Теперь у нас GALP-файл содержит наименование плагинов, пути и пока он содержит наши стартовые функции. Далее, что мы сделаем? Мы с вами добавим в наш объект задач путь до нашей конфигурации. Давайте назовем как-нибудь типа External. Config и он будет у нас получать все таски, написанные в Configuration файле. В Configuration файле у нас написано три таски. Styles, Images и HTML. Далее нам нужно его сюда подключить. Это у нас Tasks External Config. Значит, так и пишем Tasks External Config. Берем функцию Parach, которая у нас перечислит все наши ConfPass и вернуть на Require ConfPass. Берем все наши таски, находящиеся в Configuration.js. Они отсюда экспортируются путями. То есть берем все наши пути и подключаем Require Passing, соответственно, что-то наподобие перечисления просто всех задач у нас будет на выходе. Давайте сохранируем и проверим. Остановим наш старт. Проверим сначала на стиле. Tasks Styles Never Defined. Так, переходим в нашу конфигурацию. Tasks Styles. Переходим в нашу функцию. И смотрим. Ну, конечно же. У нас объект называется Tasks. А мы допустили отпечатку. Давайте сразу проверим везде. Чтобы больше не... Гаупт Сталис. Таскс. Хорошо. Таскс. Таскс. Экстернал. Конфиг. Таск. Стопный. Конфиг. Таск. Конфиг. 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 Так, мы видим, что наша таска не определена, потому что мы забыли запустить. Замечательно. Запускается наш проект. И все точно так же работает. Давайте проверим. Ну, а теперь все наши функции, стили, таски находятся в очень правильном месте. Я вынесу этот код в отдельный репозиторий и дам вам на него ссылку для того, чтобы просто скачать и потренироваться. Спасибо за внимание и до новых встреч!